Два условия 12 глава с 14 стиха написано «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Старайтесь иметь мир со всеми и вот и с ним, и с ней. И святость, без которой никто не увидит Господа. Все очень кратко, как в Телеграме, очень конкретно, очень прямо. Кажется, даже вроде бы как бы не требует объяснений. Друзья, теперь давайте попробуем порассуждать вместе с вами, какой же смысл этого местописания. Я вижу, друзья, что можно много чего хорошего делать, можно правильно все знать и можно вообще быть неплохим человеком, но потерять полностью все. А все для нас это спасение, жизнь вечная, весь смысл нашего хождения пред Богом, в церковь. Вот два условия, только два, насколько они важны в нашей жизни. Спросите каждый из нас у себя, есть ли у меня мир и как у меня со святостью. Конечно, цель у каждого христианина, это, конечно же, увидеть Господа, это быть с Ним вместе, вечно и навсегда. Но без этих двух моментов мы не можем быть вечно с Иисусом Христом. В английской Библии написано pursue, peace, в переводе преследуй. По-русски написано старайтесь, а по-английски написано преследуй, догоняй. То есть за это нужно бороться, сражаться, преследуй, делай усилия, принимай какие-то усилия. Это наша часть. Мы также поговорим о Божьей части в этом всем процессе. Иметь мир, это не значит отсутствие проблем в жизни. Мы говорим с вами о другом состоянии сердца, где в сердце у христианина есть мир, несмотря на то, что в жизни есть проблемы и у всех у нас их вроде бы хватает. Мы часто удивляемся новым проблемам в нашей жизни. Но как часто мы удивляемся нашей реакцией? Десять лет верующие и вроде бы десять лет новые проблемы. Но я думаю, что на основании Писания мы, как христиане, должны на них по-другому реагировать. Новым проблемам и вызовам мы удивляемся, но мы не удивляемся нашей прежней или старой реакции на эти вызовы или на эти проблемы. Римлянам 12 глава, этого нет на экране, 18 стих написано. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Очень серьезный вызов. Если конфликты в нашей жизни, это нам всем знакомо. Напряжение с разными людьми, мы тоже это проходили. Писание поднимает планку настолько высоко, что мы со всеми людьми, даже самыми наглыми, злыми, несправедливыми, мы должны сделать все, что мы можем, с нашей стороны. Если даже он не отвечает, игнорирует, не поднимает трубку, не прощает, сделает все возможное с твоей стороны, чтобы ты и Бог был уверен, что ты сделал все, чтобы быть в мире с каждым человеком. Будьте в мире со всеми людьми. А перед этим мы прочитали, без мира и святости никто не увидит Господа. Вы скажете, это невозможно. Но я хочу добавить, что Богу нет смысла требовать или ожидать от нас чего-то, что невозможно выполнить. Снова читаем местописание. Старайтесь иметь мир со всеми. И святость. Вы скажете, ну святость, может быть, как-то я и буду там сам стараться карабкаться, а вот мир со всеми, кажется, ну на земле, ну по крайней мере в моей ситуации нереально. Но Бог бы не спрашивал, не ожидал от нас, если бы это было невозможно, он был бы несправедливым Богом. А если он это ожидает от нас, верующих, значит все-таки есть на это у нас цель и смысл к этому стремиться. Стремление к миру или мир, вообще, друзья, это такое состояние, за которое люди готовы бы заплатить большие деньги, чтобы просто иметь мир в сердце. Несмотря на трудности, обстоятельства, вы даже не представляете, люди готовы пережить, я думаю, войну и голод, но лишь бы был мир в сердце, в доме, в семье. Когда этого нету, ты не знаешь, куда идти, куда бежать. Не хочется вообще никуда идти, никуда бежать. Это настолько ценная вещь, вообще мир, и интересно, что его ни на Амазоне, ни за доллары нигде не продают. Мы готовы что-то отдать ради этого. Мир Божий, написано в Писании, который превыше человеческого ума. Вот потенциал, который может иметь каждый христианин, иметь такое спокойствие и мир внутри. Мир и святость. Как же этого мира достичь или как к нему стремиться? Это, знаете, все равно, что человек идет на диету. И вот с завтрашнего дня он начал определенную диету. Значит ли это, что он достиг своей цели уже завтра? Скорее всего, что нет. У него в процессе вот этой диеты, которая может быть 30 дней, 40 дней, 10 дней, у него постоянно иногда происходят какие-то срывы. Вот пригласили в гости, поставили эти вкусняшки, тортики, и он как-то срывается. Где-то в дороге надо пиццу проглотить, и вот где-то опять нарушили. Но мы где-то в посознании понимаем, это неправильно, это неправильное питание. Мне это нельзя, я не должен это кушать, не должен употреблять. Ты сам с собой разговариваешь, ты себя уговариваешь, что ты больше это делать не будешь, и ты делаешь. Вот так человек как бы борется в борьбе, хотя он вроде бы сел на диету, но как бы и полусидя, полустоя. Вот так, друзья, бывает в наше стремление к миру. Мы вроде бы не против быть в мире, хранить мир. Хранить мир вообще, друзья, это, я не знаю, насколько у нас получается вот эту иметь способность хранить мир. А нас в жизни накаляют, достают с разных сторон. Я недавно рассказывал своим детям, как важно хранить мир. Писание говорит, что блаженны миротворцы, люди, которые творят мир, которые приносят мир. Я уверен, что вы знаете таких людей, которых в большинстве от них пахнет миром. И вы знаете тех, которые наоборот. У них взорваться это вообще не проблема. Христос призывает нас иметь мир и святость, к этому призывает нас Писание. И в таком стремлении к этой цели, друзья, я думаю, что стоит проигрывать аргументы ради мира. Хочу повторить, аргументы все на вашей стороне. Вы полностью правы. Но даже в такой ситуации иногда стоит проигрывать аргументы ради мира. Потому что мир нужно хранить, к миру нужно стремиться. И даже если ваш муж или жена сделали ошибку, которую вы в сто раз о ней говорили, что так не делай, ради мира стоит ее пропустить. Или сказать по-другому, ради мира, снова. Потому что Писание нас к этому призывает. Бывают, нужно пропустить, может быть, какую-то сплетню, какую-то обиду. Снова ради мира. Не разжигай огонь. Лучше не напрягайся. Если ты знаешь, что это не принесет никаких результатов. Не накручивай себя мыслями. Особенно если ты знаешь, что обида уже зацепила. Потому что это мудрость, которую Писание называет бесовская. Как у вас дела в семье? И один человек отвечает. Нормально, у нас все хорошо. Хорошо живем, у нас есть что кушать, есть на чем ездить. Дом нормальный, используем бесовскую тактику, а так все нормально. Иакова 3 глава, 15 стих. Иакова 3, 15 написано. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Зависть, понятно, сварливость. Это люди, которые постоянно ссорятся. Которые скандальные люди. Срываются, кричат, ругаются. Интересно, что в английском переводе написано. Люди, которые себя любят. Этот же стих. Но я думаю, что если есть самолюбие, обязательно будет сварливость. Это сто пудов, это как сайд эффект. Если себя любишь, то обязательно будет сварливость или скандальность. Я уверен, что это очень сильно замечают дети. Ну и люди, в принципе. А тем более Бог. И здесь, друзья, очень интересно то, что написано, что это мудрость бесовская. Я уверен, что никто никогда, ну я не знаю, допускал мысль, что методы, которые мы практикуем дома, могут быть бесовские. Кто так думал за себя? Я уверен, что если и есть где-то бесноватые, ну где-то. Здесь не идет речь об одержимости. Здесь идет речь об методах, практика. Мудрость написана бесовская, земная. Она противоположная божественной. Она, ну, demonic, по-английски еще так можно быть написана. И когда мы, друзья, осознаем, что вот наши срывы, сварливость, скандалы, это для нас стает нормой, стает для нас приемлемо, и мы этим стильным образом живем уже долго, то в Писании написано, что это стиль или методика бесовская. Нам оно даже звучит неприятно. Мы не хотим соглашаться даже с таким названием. А представьте себе, что если мы этим образом или стилем живем, живем и практикуем. И это, друзья, уже нас должно просто настораживать на то, что нужно выбираться. Почему люди, которые знают, что это неправильно, они продолжают жить и жить, как бы, и общаться такими методами, где люди ругаются, скандалят, кричат, орут, гневаются, срываются, потому что они своего рода видят это в этом мудрость. Мудрость в чем? Мудрость, что нужно что-то доказать. Мудрость, он так, он простым языком не понимает. Нужна моя мудрость, которая используется таким повышенным тоном, ему доходит или ей доходит. И вот эта мудрость, она нас как бы оправдывает, что по-другому уже нельзя. И видите, как оно запутанно написано, так, как будто мы сами запутались. Мудрость бесовская. Мудрость не божественная, это не оттуда исходит, это другие корни, другой источник. И когда мы не наполнены божьим источником, мы наполняемся другим источником. Бурьян, он растет сам по себе, его даже не надо взращивать. Оно само как-то приходит, плохое, оно как-то к нам липнет. Дальше по этой же теме, написанной Ефесянам 4, 26. Смотрите, мудрость бесовская, которая может присутствовать в нашей жизни. Дальше написано, не давайте место дьяволу. Часто, когда мы поступаем неправильно, мы обвиняем дьявола. Что это он виноват, он как бы там искушает, он, люди эти все нас провоцируют. Но помните, как когда-то в Писании сказал, зачем ты допустил дьяволу вложить мысль? Оказывается, значит, кто несет ответственность? Ты, который хозяин своей мысли. Да, дьявол будет их посылать, дьявол будет нас искушать. Да, и люди будут нас искушать. Но ты несешь ответственность за то, чтобы эта мысль, это слово, этот тон в тебе не селился, не практиковался. А представьте себе, что сегодня кто-то живет мыслью и мучится. Я живу уже 10 лет и практикую бесовскую мудрость. Даже не хочется в ту сторону думать. Да нет, это же, ну как это, это не о нас. Но мы с вами читали. Мудрость, которая земная, душевная, бесовская. Зависть или сварливость. Там не устройство, и там все худое. По-английски я уже сказал, это чистолюбие или самолюбие. Self, selfishness. И Писание призывает нас в этом всем, в свете этого всего, к миру. 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 Храните мир. Мир между людьми и мир с Богом. Более всего, я думаю, мы чаще всего искушаем нашим языком. Мы часто согрешаем нашим языком. И когда там идет речь о том, что мы даем место дьяволу, это не значит, что ты сразу стал одержимый, но ты даешь своим выбором или поведением. И дальше там написано, не оскорбяйте святого духа. И нам, христианам, я думаю, важно напоминать друг другу, самому себе в первую очередь, что когда мы так действуем против людей, мы в первую очередь оскорбляем святого духа. А здесь мы уже как бы более осторожны. Вот он плохой заслужил, но вот дух святой, мы этими поступками его огорчаем и его оскорбляем. И, конечно же, это отражает наши отношения. Противоположное миролюбивый – это сварливость, о которой мы уже с вами говорили. И как же, друзья, с этим бороться? Когда человек делает такой грех, как, например, блуд, он понимает, что это серьезное преступление, и он знает, что нельзя дальше так жить, нельзя быть в Божьем присутствии, нельзя мечтать, что я буду с Богом, если у меня не будет раскаяния или покаяния в моих грехах. Но когда мы делаем такой грех, о котором мы с вами сейчас прочитали, вот этот гнев, сварливость, солнце да не заходит во гневе вашем, то есть прощайте до захода солнца, и разные такие эмоциональные, как у нас бывают, срывы, но потому что мы делаем их и не извиняемся. Хочу подчеркнуть. Не извиняемся. Вот тогда этот стиль приобретает статус – это мудрость. Это мой стиль, это мой метод общения, это мой метод, как я реагирую на обиду, это моя мудрость, а Библия ее называет, классифицирует бесовская, мудрость. И вот именно, друзья, когда мы понимаем и хотим признать, что мы иногда практикуем эту методику, нам важно, друзья, применять химотерапию, а химотерапия против этой бесовской мудрости – это покаяние. Вот прямо к тому человеку, прямо в тот же день, прямо в тот же вечер, на следующий день тоже лучше позже, чем никогда, приди и скажи, я виноват, я извиняюсь, я ужасу, я просто не могу поверить, что я практикую бесовскую мудрость. В моем доме, среди моих детей, 20 лет стажа христианства, я отказываюсь от этой мудрости. Я принимаю, применяю химотерапию, я извиняюсь, я каюсь, я бегу к Иисусу. Дальше мы с вами читаем Иакова, эта же книга, 3 глава, 17 стиха. Но мудрость, сходящая свыше, то была мудрость земная, теперь другая мудрость, мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, внимание, потом, все вместе скажем, мирна. Вау, какой контраст! Какой контраст! Моя мудрость, в кавычках бесовская, или же божественная, сходящая свыше, с небес. Вот эта мудрость, она мирна. Она несет с собой мир, реакция мира, отношение мира, всегда поиск мира, всегда несет в себе прощение, и вот эту цель, со всеми старайтесь иметь мир, сделайте все возможное с вашей стороны, чтобы иметь мир. Не теряйте мир, храните мир. Блаженны миротворцы. Мир. Я, друзья, очень хорошо помню, что мой отец, он был этим человеком. Часто, куда я приезжал, в какие-то другие места, где я общался, его называли. Это человек миротворец. Миротворец. Он часто несет с собой мир. Я это рассказываю в пример, чтобы мы с вами увидели, что это люди, о которых мы сегодня среди них живем. И это то, что возможно для каждого христианина. Это не просто история 2000 лет назад была. Это сегодня мы, наше призвание именно жить и хранить мир, нести мир. И я хотел бы, чтобы нам было страшно, когда мы мир теряем. Я хотел бы, чтобы мы опасались вот этих состояний, этих эмоций неправильных, гнева, крика, раздражения, злоречий, вот этого слова скандального, или как там было, сварливости. Сварливости, потому что это не та мудрость, не тот источник. Его нужно просто обрезать. Срочно. Срочно обрезать. Если есть божественная мудрость, значит, логично, аналогично есть и небожественная мудрость. Интересно, что, читаем с вами дальше это место Писания, мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Мы можем сами себя проверять, насколько у нас этой мудрости не просто моей, не просто университетской, а божественной. Хватает. Полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно, плод же правды или праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир. Еще раз ответственность наша у тех, которые хранят мир, то есть его легко, его можно потерять, его нужно оберегать, мир нужно хранить. И те, которые хранят этот мир, у них что-то сеется, и это выливается в праведность. Без мира и святости никто не увидит Господа. Вы представляете, как сразу это перечеркивает половину наших занятий, если у нас нету целей преследовать мир и святость. Вот допустим, мы не против мира и мы не против святости, но если это не наша цель по жизни, то представьте, сколько может быть занятий вроде бы духовных, религиозных, правильных, но мимо целей, мимо целей, без мира и святости не увидим Господа. Но кто сеет этот мир, результат или последствия, будет плод праведности. Слава Богу за это. Интересно, что написано плод. Плод, то есть это то, что созревает, это то, за чем нужно ухаживать, это включает в себя процесс. И потом, получается этот плод. И если мы осознаем, что у нас не та методика или не та мудрость, выход в Писание очень конкретный. Якова 1.5. Написано, если же у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога. Вы знаете, как мы, люди, смотрим на это место Писания? У нас недостает мудрости сделать бизнес-решение, чтобы не пролететь и не потерять. Иногда мы так думаем. У нас иногда недостает мудрости, как правильно ответить, кажется, заполнить вот эту анкетку или как здесь принять какое-то решение. Вот там иногда молимся, Господи, дай нам мудрости. Но я думаю, редко, наверное, мы думаем в другую сторону, совершенно под другим углом, что, Господи, у меня недостает мудрости, как реагировать на очень нехорошие вещи. У меня, Господи, недостает мудрости, не получается хранить мир. И я молюсь, Господи, дай мне мудрости не потому, что мне нужно бизнес-план и решение принять, а я молюсь, потому что я понимаю, до мозга костей я сознаю, что у меня этой мудрости не хватает. Я прошу, Господи, дай мне мудрости, о которой написано в Писании, мудрость, которая сходит свыше, которая, мы с вами читали, чиста, мирна, вот этот мир, который несет людям Бог. Поэтому, друзья, наверное, мы все себя считаем более-менее мудрыми, но если мы действительно это понимаем, то тогда мы изменим свое отношение к тому, что предлагает нам Бог. Еще, друзья, один метод, как мы можем хранить мир, написано о притче 3 глава, иметь мир, с 1 стиха, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Вот еще один клык, который можно сделать, чтобы иметь больше этого внутреннего мира и покоя. заповеди Господни храни или по-другому исполняй. И когда мы повинуемся этим заповедям, то написано в Писании, если мы верим, что это больше слово, оно влияет на то, чтобы у нас добавлялась мир. И если, дорогой друг или брат, если мы знаем, что тебя мучат постоянные заботы, постоянные переживания, постоянные стрессы, вот это местописание, пусть оно станет как золотым стихом, возможно, для тебя, на какой-то сезон твоей жизни, потому что мы можем заповеди знать и можем делать много вещей как бы правильно, но когда мы их исполняем, то написано, что это добавит нам мир. Итак, мир хранить христианам это не просто предложение, это наш долг. Без мира и святости, мира между людьми и мира между Богом никто не увидит Господа. Второе, вторая половина этого местописания это святость, без мира и святости. Теперь поговорим с вами о святости, что такое, кто такой святой человек. Святой по определению это отделенный, отделенный или избран. В нашем понимании также святой это благочестивый человек, благородный, который поступает всегда правильно, делает благородные поступки. Заметьте, что мир и святость они связаны. Почему здесь, я думаю, очень важно увидеть эту связь, потому что я видел верующих людей, которые очень борются за святость, но от них миром и не пахнет. Не знаю, если вы таких встречали. Очень борются за святость, не пропустят, не дай Бог дресс-код не проходит, просто съедят вас во благо, во имя святости. Но там не хватает компонента, чтобы быть там мира. Без мира и святости нужно и то, и другое, и мир, и святость. Дальше, если у вас спросить такой вопрос, очень неожиданный, поднимите руку, друзья, кто святой? Спасибо. Вы знаете, что если вы бы посмотрели на зал, то было, ну, может быть, десять, может, даже меньше, я думаю, рук на всю аудиторию большую. Вы знаете, почему, друзья, я хотел бы сегодня об этом поговорить, что у нас, друзья, даже не знаю, с чем это связано, есть такой один очень неправильный комплекс. Это то, что мы комплексуем, когда мы себя называем святыми людьми. Потому что, когда я себя называю святыми, святым, вот даже сейчас, это реальный пример, большинство руку не подняло. Каждый считает себя, о, мне еще там до святости, когда небо. когда небо. Я еще такой, с одной стороны, это правда. С другой стороны, друзья, Библия говорит, что все христиане, уверовавшие во Христа, они стали святыми. Если ты 10 или 20, 30 лет верующий и не можешь уверенно сказать, что ты святой человек, значит, мы что-то в Писании пропустили. Привожу вам пример. Я не знаю, это связано с культурой славянской или с нашим недопониманием истин. Но я хотел бы, чтобы Living Stream Church все знали, что уверовавший в Иисуса Христа, он получает статус, что он святой человек. Вы скажете, ну я еще несовершенный, мы к этому дойдем. Я верю. Читаем 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стиха. Апостол Павел пишет, находящимся в Коринфе, освященным во Христе и Иисусе призванным святым. Кто знает немножко Библию, апостол Павел пишет церкви в Коринфе и называет их освященными во Христе и говорит о том, что они святые люди. А кто знает, что в Коринфе творилось, в Коринфинской церкви? Там просто, ну, не просто были маленькие проблемы, там было, если вы читали, там просто, ух, как далеко до святости. Интересно, что апостол Павел пишет свои послания, и это не только единственный пример, к разным, разных посланиях и называет их святыми. Это всего лишь первый пункт, который я хочу подчеркнуть, чтобы мы все верующие поняли, что во Христе Иисусе все, которые уверовали в Господа, они стают святыми людьми. Этот статус мы получаем, друзья, когда мы рождаемся свыше, когда мы получаем новую природу, когда мы уверовали в Христа Иисуса. Вот с того момента мы получаем вот этот статус святого человека. Этого не надо бояться, этого не надо стесняться, есть куча мест писаний, которые говорят о том, что мы верующие люди, мы святые люди. Но нас смущает то, что мы не такие уже святые. Знаете, в чем проблема? Что мы смотрим на определение святости как на благородность поступков, наша жизнь, наша реакция, стиль жизни, честность. Вот на этих всех критериях мы определяем святость. Бог смотрит по-другому. Он сразу наделяет тебя статусом святого человека с тех пор, как ты уверовал в Него. Поэтому, если ты веришь в Господа Иисуса Христа, никогда не бойся поднимать руку, что я святой человек. А дальше следует объяснение. И у нас есть две крайности. Иногда даже в христианстве есть спор на эту тему. Мы святые уже или нам нужно освящаться еще, или сколько можно освящаться, до какой меры мы уже святые или мы вообще не святые. Есть крайность в том, что люди никогда, верующие всю жизнь, и до сих пор не уверены, что они святые. Это крайность. Другая есть крайность, что мы цари и священники. Мы уже всего достигли. Мы уже такие блатные, крутые, духовные. Это другая крайность. Но нам надо здесь в Писании разобраться и увидеть важный баланс. Интересно другая вещь, друзья, в том, что не сам человек решает быть святым. Но Бог делает человека святым только по одной причине, потому что человек уверовал в него. Он отделен, отделен от греха, отделен для Бога, и вот он получается святым. Перевожу вам местописание в подтверждение этой мысли. Второе Фессалоникийцам, первая глава, десятый стих. Он придет прославиться во святых своих и явится дивным в день онный во всех уверовавших прославиться в ком, во святых людях, во всех святых, которые уверовали в него. Итак, друзья, здесь нам важно понять, что когда происходит процесс рождения свыше, человек получает новую природу, он получает вот этот статус святого человека. А почему же нам на практике так тяжело понять или подумать в самому себе даже сказать, что я святой человек? Я вам приведу одну иллюстрацию, которая, думаю, поможет нам понять. Когда рождается в Америке один ребенок, если он родился в Америке, он получает сразу паспорт американский, и он сразу получает гражданство американское. Но если вы имели дело с такими вот этими, что и днем, и ночью то, как вы скажете, какой он гражданин? Какой он американец? Вы знаете, что пока он не американец, а пока он, да, надо менять памперсы и все остальное. И кажется, друзья, что как этого человека можно назвать гражданином, можно назвать американцем? Но потому что он получил природу. Получил природу человека. Он не обезьяна, он человек родился. Он еще не умеет сам ничего делать, он даже сам не знает еще кто он. Но он получил вот этот уже сразу гражданство, паспорт, статус, ты человек, ты гражданин, ты американец. Но пройдет еще, друзья, пока ему еще многие люди будут говорить, и мама, и папа, ты же человек, поступай по-человечески. Ты же человек, как ты поступаешь так, неправильно. А в школе ему будут говорить, ты же американец, ты должен поступать, как граждане поступают. И многие будут его еще учить, учить, усовершенствовать его, он будет расти, он будет становиться зрелым, и потом он поймет, что я человек, я гражданин, я американец, и все скажут, он поступает достойно звания. Хотя это звание у него было еще, когда он еще был в пеленках и в памперсах. Вот так, друзья, немножко приблизительно работает статус святости. Когда ты во Христе родился, ты появился, новая природа, у тебя есть потенциал, весь потенциал жить свято, быть святым человеком. Этот статус тебе дан с старта, с самого начала. Возможно, ты еще не оценил, что у тебя американский паспорт, возможно, ты еще не знаешь, как жить по американским гражданским правилам, но ты уже имеешь этот статус, право, потенциал. Вот точно так же и человек святой, который рожден в Боге, он имеет вот этот потенциал, весь потенциал и статус святого человека, и он может жить святой жизнью, хотя у него еще пока не все получается. Как у этого гражданина, который родился, у него еще не все получается, он ошибается, он иногда еще не умеет, делает ошибки, шкоду делает, его как-то где-то там подправляют, воспитывают, он идет путем созревания, он идет путем вот этого совершенства, но он уже имеет этот статус святого человека. И дальше, друзья, мы с вами приходим к еще одному конфликтному вопросу, если я уже святой и получил этот статус святости, то почему в Писании написано 1 Петра 1.15 «Будьте святы, потому что я свят». Откровение 22 написано «Праведный дотворит правду еще, а святой да освящается еще». И вот здесь у нас получается немножко конфликт. Подожди, во-первых, я был не уверен, что я святой, никогда в жизни за себя так не думал и руку не поднимал, что я святой. Окей, сегодня убедили, что все-таки я святой. А если я святой, зачем мне освящаться? Написано «святой да освящается еще, а я же уже святой». Или мы прочитали с вами «будьте святы, потому что я свят», говорит Бог. Интересно, что здесь идет акцент на то, что будьте в настоящем времени. Вот уже сегодня живите святой жизнью, будьте святы. Писание призывает нас, чтобы мы шли путем освящения, чтобы мы были святыми, потому что без мира и святости никто не увидит Господа. Такие важные два условия. И хоть мы уже и имеем этот статус, но мы как христиане. Апостол Павел пишет, «Я распинаю свою плоть каждый день». Вот этот весь процесс борьбы, пути к освящению, это процесс через всю жизнь, как и этот гражданин, который родился и претендует на то, что он нормальный, хороший гражданин, американец. Вот точно так же, друзья, мы должны двигаться к этой цели. И есть ответственность наша, и есть Божья, которую мы не заслужили, мы сами ничего не сделали, Бог нам дал статус святого человека при рождении, уверовавший в него, а дальше наша ответственность и наши усилия, чтобы стремиться к этой святости. И здесь важно не потерять баланс, не делать акцент на то, что я сам себя сделаю святого, я решил, я сделаю, я там три раза поклонюсь, три раза помолюсь. Здесь, друзья, нам важно понимать, что есть моя ответственность, а есть еще Божественная благодать, работа Святого Духа, влияние Его Слова, это уже другие факторы, которые влияют на наш Дух, на наш характер, на наше мышление, которые нас трансформируют и нас меняют и делают нас более святыми. И мы движемся этим путем, процесс, процесс освящения, но за это, друзья, нужно сражаться. Нам, я думаю, важно понимать, что святость и мир настолько важны, что представьте себе, половина, наверное, дел, которых мы делаем, не имеют смысла, если мы промазали мимо этой цели. Как часто мы в наших молитвах говорим, Господь, пожалуйста, я так прошу Тебя, мир, помоги мне хранить мир, я теряю мир, святость, Господи, как насчет святости, Боже, помоги мне, вот это не потерять, не промазать, хочу, Господь, мы наблюдаем, мы боремся, мы об этом думаем и размышляем, потому что мы часто, друзья, искушаемся, мы здесь на земле, хоть мы имеем этот статус святого, но мы искушаемся, потому что мир, он полон соблазнов, и часто, когда мы искушаемся, проблема, почему мы не стремимся к святости, потому что нам мешают делать, нам мешают быть святыми, другие люди, которые нас провоцируют, они нам мешают быть святыми, другие люди, которые нас искушают, они нам мешают быть святыми, вы никогда не думали, что если вы бы жили на необитаемом острове, вы были бы святы, Представьте себе, только вы и обезьяны. Если тебя соблазняет глаз твой, дальше, процесс освящения, внимание, если тебя искушает глаз твой, дальше, вырви его. Но мы не имеем в виду физически вырвать, мы сейчас говорим о процессах более важных, радикально изменив в своей жизни что-то. Но у нас какая мудрость, логика. Меня искушает она, как она оделась, она меня искушает и провоцирует. Кто виноват? Она. А мой процесс освящения на холод поставим. Я не против святости, но я не буду за это драться, они виноваты. Или же я хочу это купить и сейчас, и прямо сегодня, да, и кредитка, и все пойдет. Я хочу, я не могу себе отказать. Потому что мои глаза увидели, я захотел. Или мои глаза его не любят, я захотел, чтобы он исчез. Вот я что-то вижу, он виноват, он достал, он обидел, они спровоцировали. Если бы не они, я был бы святой. Вот почему процесс святости буксует. Виноваты они. А Бог говорит, такое шикарное откровение. Если тебя глаз соблазняет, виноваты. Господи, при чем тут мой глаз? При чем тут? Ты же мне дал это око. Потому что в этом вся и проблемка. Твоя похоть, твоя плоть. Вот ее нужно казнить, ее нужно распинать. Вот за это нужно бороться. А это больно, это уже кровоточит. Мы не готовы за это сражаться. Мы готовы так, прийти просто сбоку. Но без мира и святости никто, никто не увидит Господа. Поэтому самая большая борьба или победа к стремлению к святости, это победа над самим собою. Себя распинать, себя не саможалость питать, а себя. Ох, друзья, как оно звучит красиво, но как оно трудно. Как оно трудно. Но сегодня, друзья, мы с вами подходим к этому, насколько мне кажется, важнейшему пониманию в христианском мире святость, что когда-то в Англии пришло большое пробуждение, только вот на почве того, что просто нашлись люди, побуждаемые Святым Духом, которые проповедовали и кричали людям назад к святости, к святости, назад к святости. Давайте будем ее искать. Давайте будем за нее бороться. Потому что без мира и святости никто не увидит Бога. Святость. Святой да освящается еще. Заметьте, 1 Фессалоникийзм 4.3 Ибо воля Божья есть освящение ваше. Освящение ваше – это не просто совет. Это воля Божья. Мы же так уверены, что мы за то, чтобы исполнять волю Божью. Но вот воля Божья. Иди путем освящения. Распинай свою плоть. Иногда нужно отказывать своим каким-то желаниям. Иногда нужно судить себя, не людей, себя. Процесс. Освящение. Написано, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6.22 Плод ваш есть святость. То есть это плод, который взращивается. Плод не получается. Сегодня посадил, завтра собрал. Плод наш есть святость. Вы никогда не задумывались, как разбойник на кресте попал в рай? Написано же, без мира и святости никто не увидит Господа. Вы когда-нибудь думали, как он туда попал? По какому блату? Без мира и святости. Никто не увидит Бога. Не будешь там вечно с Ним. Кажется, такие простые слова он сказал. Господи, помяни меня там, когда Ты будешь. Но, друзья, я хотел бы вам подчеркнуть то, что в этих словах он был просто настолько глубоко убежден. Разбойник всем своим существом понимал и ни на иоту не сомневался, что он не может быть там, где будет висящий на кресте рядом с Ним праведник. Его слова ко Христу исполнены удивительного для человека, находящегося в таких жутких страданиях и пытках. Он сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Небесное. И вот в этих словах он глубоко понимал, что у меня шанса там быть просто нет. Моя жизнь, мое состояние, оно настолько не соответствует. Заметьте, друзья, никакой просьбы об избавлении мук, никакой просьбы или мольбы о саможалости, вот это глубочайшее осознание, что у меня быть там в Царстве Небесном шансов нет. Это процесс покаяния или освящения. И когда человек идет вот этим путем глубочайшим, тончайшим путем покаяния, вот эта искренность, вы понимаете, как она сокращает время? Сколько он там часов провисел на кресте? Сокращает время, настолько вот эта искренность покаяния, глубочайшего покаяния перед Богом. Это он, наверное, я так предполагаю, наверное, перебирал и говорил, да, я использовал бесовскую мудрость в своем доме. Да, мои поступки, да, вот этот вот процесс настолько трансформирует человека, уверовавшего в Христа Спасителя, он ему дает сразу статус без мира и святости. Никто не увидит Господа. Перед нами, друзья, сегодня служение причастия. Еще одно метод, как мы можем идти путем освящения. Ефесянам 5, 26 написано, чтобы осветить ее, то есть церковь, очистив баню водную посредством слова. Хочу приподнять еще раз авторитет Слова Божия, который работает на то, чтобы нам помогать в нашем достижении святости и освящения. Потому что мы освящаемся, написано, посредством Слова Божьего. Я уже говорил, что это комплекс влияния Духа Святого, Слова Божья и твоего выбора. Евреям 10, 28 написано, «Коль столь тягщему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню, подчеркиваю, святыню, кровь завета». Почему? В чем смысл этой крови, которую освящен? Человек получает освящение благодаря вот этому процессу крови крестовой, жертве за грех наш. Евреям 13, 11 тоже написано, «Дабы освятить людей кровью своею, он пострадал вне врат». Друзья, я думаю, мы достаточно уже увидели, что влияет на наш процесс освящения святости. Исайя 32, 17. «Плодом праведности будет мир, следствием праведности будет покой». Помните, я читал то же самое в начале, и мы заканчиваем этой же мыслью, как мир и святость связаны. Мир и святость, как они связаны, как это нам необходимо в жизни здесь. И хочется, друзья, чтобы сейчас мы подошли к этому служению причастия, осознавая всем своим естеством, что нам необходима святость. Мы ее уже имеем, если мы в него уверовали. Но Писание призывает нас, святой, да освящается еще. И таким призывом я хотел бы призвать каждого, присутствующего на этом месте, кто смотрит нас онлайн, чтобы мы шли путем освящения, а значит, путем покаяния. Освящения и покаяния. Чтобы мы понимали, что для нас это не просто выбор. Это единственный путь, как мы можем быть со Христом вместе с Ним навсегда. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И в этой молитве, друзья, я приглашаю всех нас сейчас искренне помолиться Богу о том, что у вас на сердце. Помолиться Богу о том, чтобы Бог простил, чтобы Бог омыл, чтобы мы нашли в себе силы проанализировать свою мудрость, которую мы пользуемся. И, возможно, попросили у Бога, как написано, у кого не достает мудрости, да просит у Бога мудрости, которая дает просто. И если вы чувствуете в вашем сердце, что вам сегодня необходимо освящение, сейчас мы именно об этом, именно об этом сейчас будем молиться. Давайте мы сейчас возьмем время и просто пребудем в молитве за освящение наше. Во имя Иисуса. Аминь.